Игромания.ру представляет Его динамичность и работу в команде. Если отбросить подход к ограблениям, в остальном всё вполне правдоподобно. От выстрелов персонажа шатает, воображаемого перекрестия прицела по умолчанию нет, а с сумкой на плече неудобно бегать, падает скорость и перекашивается экран. С первой части в игровом процессе ничего глобально не изменилось. Четверо грабителей, выреженные в эпатажной маске, налетают на какое-нибудь заведение, крадут целевые объекты и сматываются. Если успешно, игрока осыпают деньгами на покупку экипировки и тренировку навыков. Если не успешно, то, соответственно, никто никого ничем не осыпает. А вот довольно крупное нововведение — многоэтапные миссии. Например, сперва мы воруем картины, затем сбываем их покупателю, а потом улепётываем от погони. Финальное поручение обыкновенно самое тяжкое, но и денег за него не пожалеем. В Payday 2 можно играть в одиночку, не участвуя в сетевых матчах. Ну, если, конечно, вас не доводят до иступления бестолковые боты. Реальный партнёр, в отличие от компьютерного, всегда прикроет, поможет оправиться после мощного попадания или отстрелит незамеченную камеру видеонаблюдения. Если перед глазами уже замаячили многоходовые операции шайки Оушена, лучше сразу выкиньте их из головы. Местное ограбление соответствует привычным стереотипам. Вломиться с громкими криками в охраняемую картинную галерею и выйти после этого сухим из воды — тут вполне нормально. Конечно, есть вариант изящнее. Если начать операцию тихо, вовремя отвечая на рации убитых охранников и шикая на свидетелей, теоретически можно обойтись вообще без шума и пыли. Но на деле неуклюжий напарник обязательно выдаст команду. На низкой сложности нет смысла особо скрываться. Хватит и грубой силы. А вот на самой убойной сложности «Оверкил» лучше не рисковать. Чуть что прибудет без преувеличения легион копов, спецназовцев и прочих защитников порядка. Численность — не единственное преимущество служителей закона. Как и в «Лэфт фо дэд», которое во многом смахивает на «Пэйдэй», хлопоты доставляют особые противники. Скажем, спецназовец со щитом. Он не пробиваем с фронта, а подобраться к нему со спины не так-то просто. Ролевая система стала глубже. Ветки талантов остались, но скучных плюсов к здоровью и броне стало меньше, а профильных умений заметно больше. «Призрак», например, «Мастер скрытности и бесшумных убийств», а «Инфорсер» прет вперед, как танк. Можно пофантазировать, смешивая таланты из разных веток. Наполнение игры стало во много раз богаче. Оружий и сценариев ограблений тут больше, чем во всех DLC к «Пэйдэй и Дэхайст» вместе взятых. А ведь в следующем году обещают выпустить еще и пять дополнений. Разработчики пошли дальше. Они создали веб-сериал по мотивам игры, а в следующем году готовят релиз полнометражного фильма. О нем, увы, пока ничего не известно. Продвижение «Пэйдэя» в другую отрасль развлечений доказывает, что криминальный боевик может быть интересен и без особых тонкостей грабительского ремесла. А тем, кому важны тонкости и нюансы, советуем дождаться перезапуска серии «Дэйв». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова